Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок математики. Закрой глаза и мысленно произнеси за мной такие слова. Я внимателен, я хорошо думаю, я сосредоточен, догадлив, сообразителен и уверен в себе. Открой глаза! Я желаю тебе успеха! Садово-парковое искусство возникло очень давно, когда особое значение придавалось паркам. Материалом для садово-парковой архитектуры служат объекты живой природы, деревья, кустарники, различные растения, вода и природные камни, которые могут дополняться архитектурой малых форм, павильонами, беседками, фонтанами и скульптурой. Преобразуя природу, архитектор может немного изменить существующий ландшафт или наоборот сформировать совершенно новый пейзаж. Он стремится создать впечатление естественности первозданной природы или подчинить планировку-парку четкой геометрической схеме. Рассмотри примеры. Есть ли среди них новый вид? Умеешь ли ты их решать? Разложи числа на разрядные слагаемые. 36 это 30 и 6. 540 это 500 и 40. Сегодня на уроке, как всегда, ты узнаешь много нового, интересного. Познакомишься с решением примеров нового вида. Научишься раскладывать множители на разрядные слагаемые. Нетабличные приемы умножения. Разложение множителя на разрядные слагаемые. 32 умножить на 2. Представим число 32 в виде суммы разрядных слагаемых. 30 и 2. Суммы чисел 30 и 2 умножим на 2. Каждая слагаемая мы умножим на 2. 30 на 2 и 2 на 2. А результаты сложим. 30 умножить на 2 – 60. 2 умножить на 2 – 4. 60 плюс 4 получится 64. 320 умножим на 2. Представим число 320 в виде суммы разрядных слагаемых. 300 и 20. Суммы чисел 300 и 20 умножить на 2. Каждая слагаемая мы умножим на 2. 300 умножить на 2. И 20 умножить на 2. А результаты сложим. 300 умножить на 2 – 600. 20 умножить на 2 – 40. 600 плюс 40 – 640. 32 умножить на 20. Писаем число 32 в виде суммы разрядных слагаемых. 30 и 2. Сумма чисел 30 и 2 умножить на 20. Каждая слагаемая мы умножим на 20. 30 умножим на 20 и 2 умножим на 20. 30 умножить на 20 – 600. 2 умножить на 20 – 40. 600 плюс 40 будет 640. Какие умения использовал ты при выполнении этого задания? Рассказывал числа на сумму разрядных слагаемых. Где нам могут пригодиться эти умения? При решении примеров для удобства вычислений. Составляем алгоритм. Первый шаг – нужно числа разложить на сумму разрядных слагаемых. Второй шаг – умножить каждое слагаемое на число. Третий шаг – сложить результат. Что ты должен знать о разряды, сложении и вычитании круглых чисел, способы умножения и деления с круглыми числами? Что ты должен уметь раскладывать на сумму разрядных слагаемых работать по алгоритму? Вычисли с косным объяснением. 36 умножить на 2. Разложим 36 в виде суммы разрядных слагаемых. 30 и 6. И каждое слагаемое умножим на 2. Сумма чисел 36 умножить на 2. 30 умножить на 2. 6 умножить на 2. 30 умножить на 2 – 60. 6 умножить на 2 – 12. Сложим наши результаты. 60 плюс 12 получится 72. 360 умножить на 2. Представим число 360 в виде суммы разрядных слагаемых. 300 и 60. Каждая слагаемая умножим на 2. Сумма чисел 300 и 60 умножить на 2. 300 умножить на 2 и 60 умножить на 2. 300 умножить на 2 – 600. 60 умножить на 2 – 120. 600 плюс 120 получится 720. 36 умножить на 20. Представим число 36 в виде суммы разрядных слагаемых. 30 и 6. И каждое слагаемое умножим на 20. Сумма чисел 30 и 6 умножить на 20. 30 умножить на 20 и 6 умножить на 20. 30 умножить на 20 – 600. 6 умножить на 20 – 120. 600 плюс 120 получится 720. Ищи задачу номер 3 по странице 77. Для украшения садов и сквера, когда мастерок изготавливает 20 маленьких скульптур и 3 позона за месяц. Сколько изделий они изготовят за 3 месяца. Прочитай тех задач. Выдели условия. Вопрос. Напиши условия. План решения. Напиши решение задачи при помощи выражения в тетради. Успомним. За 1 месяц бригада изготавливает 20 скульптур и 3 вазы. Сколько изделий бригада изготовит за 3 месяца. Первый способ. Будем считать изделия, которые бригада изготовлена за неделю, а потом повторим 3 раза, так как 3 месяца. Сумочисел 23 умножить на 3. Используем распределительный закон умножения. 20 умножить на 3 и 3 умножить на 3. 20 умножить на 3 – 60. 3 умножить на 3 – 9. 60 плюс 9 – 69 изделий. Как решить другим способом. Второй способ. Сначала узнаем, сколько маленьких скульптур бригада изготовила за 3 месяца. 20 умножить на 3 равно 60 изделий. А теперь мы найдем, сколько вас бригада изготовила за 3 месяца. 3 умножить на 3 равно 9 изделий. Теперь узнаем, сколько всего изделий бригада изготовит за 3 месяца. 60 плюс 9 равно 69 изделий. Ответ. 69 изделий бригада изготовит за 3 месяца. Какой способ рациональный? Давай сделаем выводы. Какие знания и умения ты использовал. Клинин решать текстовые задачи. Знания кабличного умножения. Умение составлять и решать выражения. Знания порядка. Действий выражения. Давай подведем итог. К чему учились в выполнении данных заданий? Умножить круглые и круглые числа на однозначное число. Давай сделаем вывод. Как же их умножить? Первый шаг. Разложить число на сумму разоградных слагаемых. Второй шаг. Каждая слагаемая умножить на число. Третий шаг полученной результаты сложить. Попробуй выполнить самостоятельно номер 3b на странице 78. Дискрипторы определяют способы умножения суммы на число. Применяют различные способы умножения суммы на число при решении задачи. Решают задачу. Молодцы! Спасибо за урок!